Приветствую вас, уважаемые любители закусить. Вчера сделал чайбату, взял вот бутылочку и вот тут вот еще осталось, а чайбаты не хватило. Поэтому решил, что сегодня надо делать. Ну тяжело одно так, конечно, когда тебе чайбаты не хватило на утро. Ну что делать, что делать. Сегодня буду готовить, чтобы уже хватило, чайбату для циклопа. Ну циклоп, вы же понимаете, он одноглазый, а нагита у него две, поэтому я и возьму на два тапка для циклопа. А вы если не хотите два тапка для циклопа, возьмите порцию в два раза меньше, вы же видите на экране сколько на мою порцию идет. Сделайте одну чайбату для одноногого циклопа. В общем муку, сахар, соль, дрожжи сухие высыпаем в какую-нибудь емкость. Затем перемешиваем. Ну после вчерашнего можно и руками, конечно. А вот так вообще возьмите какую-нибудь лопаточку. Наливаем сюда воду и после того, как налили воду уже руками нельзя. А то тесто будет очень жидкое и вы его с рук потом так на руках и останется. И замешиваете уже либо лопаткой какой-то, либо ложкой. Но я буду миксером тесто-мешалками. Воду берем теплую, но не выше 40 градусов, чтобы не сварились дрожжи. Тесто замесил. Миксером я всегда замешиваю до пяти минут. Этого достаточно. Ну если руками там, допустим, вот я ложку взял и вы месите, месите ложкой, то не знаю, наверное, надо минут пять-десять. Этого тоже, думаю, будет достаточно. Ну то есть, чтобы оно стало более-менее однородное. Поскольку у меня на два тапочка, на две чайбаты для циклопа, то вот я взял две формы такие для выпечки. Точнее они не для выпечки, но я их буду использовать для выпечки. Застилаю пергаментной бумагой. Не удивляйтесь, что это пергаментная бумага с пятнышками. Я в ней вчера уже пек чайбату. То есть пергаментную бумагу, если она хорошая, в таких случаях можно использовать несколько раз, пока она не начнет там разрываться. Она прекрасно работает. Застилаем две формы. Очень удобно ее помять предварительно, чтобы легче застилать. Делю тесто приблизительно на две части. Половину сюда, половину сюда. Разложил тесто по формам и его надо чем-то накрыть. Ну вот я накрою вот такой пищевой пленкой. Для того, чтобы тесто потом не прилипло к этой пленке, я его смажу подсолнечным маслом. Смазал тесто. Ну и теперь его можно смело накрыть пищевой пленкой или полотенцем, чем хотите. Чем вам удобнее. Можно просто какой-то крышкой. Имейте в виду, форму надо брать большую. То есть нельзя, чтобы в форме тесто занимало половину объема, потому что тесто будет подниматься очень сильно. И вот с этих форм оно может даже начать вылазить. Значит, если вы спешите и очень хавать хочется, то достаточно это тесто оставить на час, и через час его можно печь. А если не спешите, то оставьте на полтора-два часа. Тогда будет чиабатта более такая пышная, такая нежная, с такими большими дырками. Прошло полтора часа, а даже чуть больше. Можете обратить внимание на сколько увеличилось тесто, то оно уже аж вылазит у меня с формы. Хотя изначально казалось, что там того теста на дне чуть-чуть. Снимаю эту пленочку и ставлю в прогретую духовку. Но не просто в прогретую духовку. А перед тем, как вы включили духовку прогревать, надо в какую-то емкость налить воды, ну там в чашку, вот в мисочку и поставить. В общем, ставлю в духовку на 230 градусов 8 минут, а потом 200 градусов 15 минут. И не забывайте, что это тесто уже трогать мять нельзя, потому что вот видите, вот эти все бульки, которых внутри очень много, если вы их нарушите, то весь смысл чиабатты пропадет и будет какой-то твердый кекс, а не пышное тесто. Вот достал второй хлебушек, вот первый. Вот, смотрите какой. Тверденький сверху, хрустященький, но остынет будем резать и пробовать, а то сейчас к нему дотронуться нельзя. Горячий. Вот, смотрите, как все красиво, нигде ничего не пригорело. Здесь вот слегка золотистый, но совсем не черный цвет и даже не коричневый. Вот он какой красивенький. Два прекрасных тапочка для циклопа. Один побольше, второй чуть поменьше. Ну, у циклопа ноги разные, что я могу сделать? Разные размеры тапки ему надо. Ну, резать его я вам сразу скажу невозможно. Шкурочка хрустящая, а внутри настолько мягкий, что даже вот этот нож-пилка, видите, что с ним делает? Прям рвет на части. Ну, хлеб изумительный, изумительный. Вкусненький, очень нежный. И самое прикольное, видите, что он такой вот внутри мягенький, а снаружи корочка такая хрустященькая. А, ну, вы же слышали и видели. Стучит. В общем, я вам рекомендую, если хотите чиабатту, но не хотите сильно возиться, а хотите так раз-два и готово. Вот это прекрасный вариант. Замесили, навалили, постояло в духовку и готово. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я пока пожую. Ну, уже как бы время прошло, наверное, чем-то уже и запью, конечно же. В общем, всем пока!